Амкар Заур Садаев и Маций Рыбус отличились у Терека, Марко Блажич забил гол у Амкара, ну и главным обстоятельством, которое, в общем-то, привело к такому счету и который объясняет такой счет, стал, конечно, первый гол, который в нормальных условиях забиваться не должен, но грубейшая ошибка вратаря Амкара, Романа Геруса, привела к тому, что Садаев отправил мяч в сетку, здесь надо, конечно, похвалить и форварда, он не то, чтобы совсем не выключился, может быть, где-то и выключился он из эпизода, но затем сумел вернуться быстро в игру и поразил ворота, которые вратарем были уже оставлены. Элегантный такой дриблинг Рыбуса, но, правда, ни к чему не приводит, зарабатывает Терек штрафной удар, Иванова сбивают и после вот этого стандартного положения мы перейдем к составам команд не очень хороший удар, прямо скажем, мяч попадает стенку не использует Терек возможность для того, чтобы увеличить счет, Марко Блажич тут не очень понимает, что происходит итак, составы по-моему, замен пока никаких нет, но Терек, правда, одну замену вынужденную провел в первом тайме об этом сейчас я вам и расскажу итак, Сослан Джанаев в воротах у Терека первый номер, в центре обороны играли 52-й Мартин Яранок, его как раз и заменил пятый номер Антонио Феррейра и второй центральный защитник Петер Польчик, номер 25 справа Олег Власов, 21-й номер, слева Дмитрий Яченко, номер 3 давайте посмотрим сейчас, как этот стандарт будет исполнен на Рыбу, с мяч всех пролетает и уходит за ворота в полузащите в опорной зоне играют Дилсон Варкен, 6-й номер Олег Иванов, 19-й и Благоль Георгиев, 7-й меняются, они там местами достаточно часто ну, Варкен чуть ближе к обороне а вот Иванов с Георгиевым выдвигаются вперед по очереди на флангах Маци Рыбус, 31-й номер и Игорь Лебеденко, 55-й выдвинутый на острие атаки нападающий 13-й номер Заур Садаев и главный тренер Терека Станислав Черчесов Кстати, хочу отметить Грозненцев, не знаю, тут кого надо в большей степени похвалить за то, что происходит именно так не в первый раз уже с этим сталкиваюсь судя по протоколу Руслана Альвиева начальника команды нужно за это поблагодарить за то, что протокол заполняется на компьютере и, соответственно, не надо разбираться в тонкостях почерка человека, который его заполняет все действительно очень удобно и цивилизованно состав Амкара Роман Герус это голкипер, центральные защитники 21-й первый номер Роман Герус 21-й Дмитрий Белоруков и 73-й Брайан Идову справа 25-й Сергей Горощенков слева 5-й номер Виталий Гришин полузащитники в центральной зоне играют Константин Васильев, 17-й Александр Коломейцев, 19-й на флангах Предрак Мич, 15-й Марко Блажич, 6-й в нападении Евгений Тюкалов, 43-й и Александр Суботин, 46-й честно говоря о действиях нападающих Амкара пока в этом матче сказать особенно нечего тот гол, который Амкар забил в большей степени был следствием индивидуальных действий нежели какой-то осмысленной игры в атаке отбивает мяч Герос но вот сейчас возникает повод уже вратаря похвалить, а не покритиковать Гришин сейчас будет повтор, как только остановлена будет игра подача в штрафную площадь и в падении удар чуть-чуть не хватило Садаеву здесь, чтобы добить мяч в ворота это благой Георгиев в падении бил головой ну правда мяч был на удобной высоте для Героса Рыбус прямо на соперника идет мяч утерика атака продолжается Горощенков понимал, что сзади находится соперник будет недовольный стадион будет недовольный стадион Героса и Героси 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 и И здесь должна быть карточка уже Белорукова показана. Причем фолить-то совершенно было необязательно, потому что Садаев, на мой взгляд, принял не лучшее решение. Не самое однозначное. Смещаться в центр и обыгрывать. Здесь можно было и пас отдать, и даже прямо сразу пробить. Но явно выставлял ногу Белоруков. Это, конечно, стопроцентный фол. И Сергей Лапочкин сейчас подождет того, что окажут помощь защитнику Амкара, который сам повредился в этой ситуации. Я думаю, карточку предъявит. Штрафной будет довольно опасный. Первое предупреждение в сегодняшнем матче. Нам показывают сейчас Джанаева. Вот, Джанаев не человек, чтобы штрафной ходить бить. Я думаю, что Георгиев, скорее всего, исполнит. Желтая карточка Дмитрию Белорукову. Ну и раз врачи на поле, то стенку сооружать будут уже без него. Он с поля обязан уйти. Но, повторюсь, никаких вопросов тут нет. Просто никаких вопросов быть не может. Как шлагбаум. Ногу выставил. Герус. Выстраивается стенка. Да, Садаев пристроился к ней. Рыбус у мяча и благой Георгиев. Пробить может и тот, и другой. Причем с разных ног и, соответственно, по-разному. Но, судя по тому, как стоит вратарь, лучше выбить Георгиева. Потому что дальше лететь Герусу до того угла. Посмотрим. Рыбус. С стенку попадает мяч. Второй уже такой вот действительно опасный стандарт в исполнении Терека после перерыва. Третий в общей сложности за эти девять с половиной минут, что сыграли команды. И второй по-настоящему опасный. Вообще Тереку, конечно, учитывая интригу, я напомню, что Тереку нужна победа, чтобы обезопасить себя от стыковых поединков. Нужно, конечно, забить третий гол. И разница в счете в два мяча уже будет совершенно... Другой игрой. Другой игрой. Яченко. Ферейра. Подставился. Просто подставился сейчас под Блажича. Ну, на опыте. Бразилец, тем более он понимал, что судья, скорее всего, далеко находится. И во всех нюансах борьбу эту рассмотреть будет ему тяжело. Ну, и, собственно говоря, кто будет критиковать бразильца за такую игру? Герос. Вышел, на выходе сыграл. Вообще, может быть, просто не попал как следует в игру Герос. Все-таки это был один из первых эпизодов матча, когда мяч ему вообще достался. Когда совершил он эту ошибку. Так уж жестко, наверное, мы его критиковать не будем. В общем, Герос уже играл в матче Томи и Амкара. Там удалось ему остаться, что называется, сухим. Была ничья 0-0. Ну, и два матча, два пропущенных гола. Пока что. Какова статистика, когда Мана Героса выиграет за... Амкар. Тоже, в общем, футболист, который попутешествовал как следует по России. Он воспитанник Тихорецкого футбола, Краснодарского края. Начинал в команде Венец, Гуйкевичи. Потом Черноморец, Луч Энергия, Сатурн. Снова Луч. Ростов, Локомотив Астана, Брянская Динамо. Ну, и вот теперь Амкар. Джанаев с мячом. Амкара. Амкар. Амкар. Повторяй! 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 Сюда повернём! Шестой номер это Адилсон Варкен Бразильцы, конечно, со светлыми волосами видеть не очень привычно Еще и белого бразильца Немного не хватило Олегу Иванову для того, чтобы забить в этой ситуации Но на самом деле было видно, что не очень удобно ему наносить удар Так что должно было там скорее повести Для того, чтобы мяч оказался в сетке Садаев Ворота пустые Садаев забивает и, наверное, делает это под желтую карточку А что такое? Белоруков там о чем-то спорит с арбитром Нет, карточки не показывает Сергей Лапочкин Руку здесь включил Садаев Ну и Белоруков тоже придерживал его рукой И быстро достаточно судья остановил игру Но, видимо, посчитал, что Садаев мог не услышать свисток Ну, а может просто Не стал страсти на колец Не стал страсти на колец На ногах, как мы видели сейчас, Медрак Божевич Садаев в положении вне игры Еще один стандарт Еще один шанс для Терека Рыбу с мяча Короткая была слишком, на мой взгляд, подача И пробить из такого положения было тяжело Но Еще один стандарт упускает Терек Сад вновь Все Сад вновь Субтитры сделал DimaTorzok Блажич ищет возможность для удара, по-моему Если это был тот удар, который он задумывал, то можно сказать, что он не получился Добавил субтитры Теперь стандарт уже в другую сторону Добавил субтитры Ну и здесь спокойно дают грозненцы уйти мячу за... Линию ворот Белорукову, видимо, нужна замена Да, так и есть Все-таки повреждения в том эпизоде Получил он, отдает капитанскую повязку И усаживается на скамейку запасных 21-й номер Дмитрий Белоруков И появился Митар Навакович На поле 13-й номер Насколько я понимаю Занял место Центрального защитника Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Затем Нет, вот только сейчас появляется Навакович и Пеев на поле Так что... Да, Навакович вместо Белорукова Действительно Предвосхитил немножко Событие Он играл уже Центральным защитником Митар Навакович И не раз Георгий Пеев вместо Преодрога Минича На правый фланг Выходит Для тех, кто не хочет Знать результат матча Между Ростовом и Волгой Прошу вас тогда сейчас Несколько Приглушить звук Своих телевизионных приемников Потому что это важно Это непосредственная борьба Тут у Терека С этими клубами Ростов Ведет в счете 1-0 Там Под занавес матча Но Терек Это не очень касается Потому что В том случае Если Грозин Содержит сегодня победу Ростов Им больше не Соперник Он по количеству Побед Их не догонит Будет тогда Вся борьба Между Ростовом И крыльями Совета Подача Главой Нет Удар от ворот Недоволен Решением Марка Блажич По проценту владения Мечом Амкар Практически весь матч Он превосходит Терек Еще и Сергей Волков Сейчас появится На поле Амкара Уже готовится Войти в игру Влагой Георгиев Готовится Подавать Стандарт Герус В борьбе С Польчиком Центральным Защитником Разыграли Мяч Грозницы Герус Такой мяч Должен забирать Вратарь Хотя сначала Показал Что несколько Авантюрно Побежал Но в итоге Справился Промахивается Польчик Мимо мяча Блажич Угловой Константин Васильев Умечаем Вот такая вот Созидательная игра Она на самом деле Ой как Неожиданный какой Отскок И доуто тут Ни при чем Мяч в ногу Попал Олегу Иванову И полетел В ворота Терека Но хорошо Что там Разобрались Защитники Созидательная игра Она в общем Ни у тех Ни у других Не клеится И скорее Больше Подачами Передачами Такими С фланга В штрафную площадь Не через центр Играют Ну вот Сергей Волков Появляется Вместо Игравшего Под 46 номером Александра Суботина Может быть Сейчас что-то Более Живое Мы увидим В атакующих действиях Амкара Поставь Прикления Поставь Прикласс Прикласс Полетел В атакующих店 Прикласс Сфот Прикласс Киль Прикласс Прикласс КольEST Прикласс Комnie Пикласс Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Подача Не стал выходить Джанаев Ну и не было необходимости на самом деле Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Игрока Терека Интересно, что Пока Черчесов Больше не собирается делать взамен Садаев ошибся немножко в передаче Но мяч остался Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры делал DimaTorzok Удар Девушки отдыхают Ковамейцева Получается совсем не сложно Для Сосвана Джанаева. Васильев выполнил немедленно команду со скамейки. Олег ближе, Олег Иванов не дал передачу Васильева состояться. Рыбус, Лебеденко, снова Рыбус. Рыбус запутался в нагаре. Рыбус, Лебеденко, снова Рыбус. Ну вот если такие моменты не использовать Это Евгений Тюкалов Из ничего возникла В общем-то эта атака Внимания не хватило футболистам Терека Оставили одного Тюкалова И тот просто не смог Вернее Джанаеван смог переброситься Чтобы в ворота не смог попасть Назад отыгрывает Власов Вот это неожиданно Садаев Что свисток был Мяч в ворота Нет, свистка не было Ну теперь уж точно Если бы был свисток Садаев был бы удален С поля Потому что он уже один такой гол вобил И тогда его арбитр пощадил А потом была желтая карточка Но свистка-то не было Игра не была остановлена И начудили, конечно, футболисты Амкара С другой стороны Евгению Тюкалову пора знакомиться С футбольным законом Не забиваешь ты Забьют тебе Дубль завора Садаева Перекинул красиво Технично Галкипера Романа Гераса Непроницаемым выражением лица Забор Садаев Чем-то Напоминает коллегу Черданцева Ну что, 85-я минута И Терек остается В российской премьер-лиге И даже не будет Участвовать В стыковых поединках Я думаю, что Сейчас об этом уже можно говорить Угу Думаю, во-первых Два мяча не удастся отыграть Амкару Ну и, собственно говоря Поделал Поделал все в сегодняшней игре Решился На эксперименты Меодрак Божевич Ну, они Удачными Не получились На мой взгляд Сейчас еще четвертый мяч может лететь в ворота Да, я смотрю, что Два мяча Садаев Не забивал До этого Фамилия Сельдара Сейчас будет на поле А что, может быть и хет-рит будет? Садаев отдает мяч партнеру Но не точно Начинаем Еще один удар Божича Волков Волков недоволен Волков считает, что Надо было Ему мяч отдать Ну что, вместо Садаева Появляется Появляется Шамиля Сельдара Вместе им очень тяжело Найти место на поле Одноплановые Игроки Ну и один меняет другого Аплодирует студион Садаеву Есть за что Два мяча И не просто два мяча В общем-то И достаточно такая Настойчивая сегодня игра В его исполнении Еще одна ошибка В защите Амкара Асельдаров Руками помог себе Пожалуй, что В борьбе с защитником Мощные ноги Асельдарова Такое впечатление Что гетры Просто не налезают Сейчас пойдет Последняя минута И, как говорят В таких ситуациях В общем, нет У судьи Никакой необходимости Добавлять Много Времени К этому матчу Ну, теперь-ка Еще получится Контратака Тут вообще Счастливым преимуществом Иванов Бегает Рыбус Там и в воротах Непонятно Куда и зачем Не Рыбус А Герус Конечно Прошу прощения Иванов Решил проверить Насколько Вратарь уверен В том, что Отвечает за Ближний угол Ну, и заработал Еще угловой Для своей команды Что В общем Позволяет Убить остатки Времени Последний Возыграл Мяч Терек Чем-то мне Это напоминает Один матч Команда Станислава Чапчесова Я имею в виду Игру между Спартаком И ЦСКА В данной 94-й минуте ЦСКА Отыгрался Но тогда Правда Разница была В один мяч Там тоже Одержали Возле углового Флага Но точнее говоря Калиниченко Не удержал Лебединка Забить не удалось Три минуты Добавлено Шесть мячей В двух играх Забил Терек Последний ХМ Из них Три На счету Садаева Ну а сейчас Еще один Появится Молодой игрок Халид Кадыров Под 23-м Это нападающий Это нападающий Такой фамилия Оказавшегося В резерве При счете 3-1 Это то, что Должно Обязательно Происходить Игорь Лебединка Покидает Поле Ну и минута Игрового Времени Долгого Того Достается Калина Ну он Один из самых Молодых Не то, что В основной Томанде Он и в резервной Теп Практически Самый молодой Запомнится Молодому человеку Этот день Я думаю Надолго Дебют В российской Премьер-лиге Феррера Играет На Власова Здесь Благой Георгиев С улыбкой Смотрят на судью Благой Георгиев Навакович Там долго требовал Мяч Ну в общем-то Все уже понятно Уже пошла Даже вторая Половина Четвертой Добавлене Минуты Я думаю Что Лапочкин Решил 30 секунд Из-за замены Еще дополнительно Дать командам Провести И на поле А может и минуту Вот теперь Звучит Звучит Арбитра Ну что ж Второй подряд Победы Терека Со счетом 3-1 И мы поздравляем Грозненский клуб С тем что Он совершенно точно Будет играть В российской Футбольной Премьер-лиге В следующем сезоне Теперь Тереку Не грозят Даже стыковые Поединки Именно такой Была и задача На этот матч И задача Команды Старфолова Черчесова Успешно Решила 51 очко Теперь у Терека Если Амкар Будет продолжать Свои эксперименты Терек может Его и обойти В таблице В следующем туре Но Амкар Уже обезопасил Себя Еще до Этого момента Дубль Заура Садаева Еще один гол Мацая Рыбуса Но Амкара Отличился Марко Блажич И мы в ожидании После матчевых Интервью Ранислав Черчесов Всегда достаточно Подробно говорит Об игре Достаточно четко Думаю что Сегодня у него Должно быть Хорошее настроение Поэтому мы В праве рассчитывать На такой Содержательный рассказ Я напомню что На Ахмат арене Позиция Вот эта для интервью Она находится Не прямо у бровки А внутри Тоннеля Черчесов пошел Я вижу на поле Всех благодарить А вот статистика Пройдено Футболистами Расстояние Ну так Для Общего Понимания Что тут забавно То что Яранок пробежал Больше чем Феррейра При том что Времени на поле Провел Значительно меньше Ну и статистика По скорости Феррейра Вот зато Этот зачет Выиграл Времени на поле Все возвращается Как мы выиграли Терека Там Перми Терек Просто там Себя забили Два гола Так и Мы сегодня Здесь Забили Себя Два гола Игра Вообще Смотрелась Чуть-чуть Удачи Не хватило Поздравляю Терек С победой А сегодня В составе Времени Вышло Довольно Большое количество Молодых Футболистов Это связано С тем Что уже Свою задачу Вы решили На сезон Да Нормально Мы хотели Посмотреть Своих Игроков Которые Работают С нами Уже Год И могу Сказать Что Я очень Доволен Как они Сегодня Проявили Себя Спасибо Спасибо Ну Тоже Всегда Славился Тем Что довольно Четко Ясно Оценивает Ход игры Без лишних Там Общих Фраз И Попыток Что-то Рассказать То Что Увидно Было Только ему Зона Действий Ну Садаев Понятное Дело Что он Меньше Возвращается В оборону Такая В общем-то Специфика Игры Но Сравнивать Я думаю Что тут Надо Не Вот эти Карты А просто Показатели Два гола Садаева Ноль мячей Тюкавова Станислав Черчесов В нашем эфире Станислав Станович Во-первых С победой вас Во-вторых Ваши впечатления От сегодняшней игры Ну Впечатления такие Что нам сегодня Обязательно Нужна была победа И команда Вышла С таким настроем Ну Забили Гол Потом Как говорится Подарили нам Можно сказать Гол Потом Наша Неосторожность Около Штрафной Обернулась Голом Ну А потом Все-таки Команда Начала Наращивать И я думаю Что заслуженно Побил Конечно Надо отметить Что Все-таки Когда у Мкара Уже задача Решена Они были Раскованно Играли Поэтому В каких-то Моментах У нас Присутствовала Я бы сказал Не то что Нервозность А поспешность Ну Какие-то вещи Которые В принципе Нам Не свойственны Но Благодарим Ребятам Что Вырвали победу И Будем готовиться К следующей Ну Естественно Поддержка Болельщиков Сегодня Она была Колоссальной И как я В первые дни Говорил И сейчас Повторяю Хотелось бы Чтобы мы Своей игрой И своим Отношением Добились Того Чтобы Ахмат-арена Была Все время Полная Ну Мы стараемся К этому Уйти Естественно Часто Не получается Будем работать Ну что же Мы с вами Сейчас посмотрим Как забивались Эти голы Как я и говорил Станислав Черчесов Ничего не выдумывает Все четко Раскладывает По полочкам Действительно Первый гол Амкар Подарил Грозненскому Тереку Грубейшая Ошибка Голкипера Романа Геруса И Садаев Забивает Свой Первый В этой встрече Мяч Ну Ошибка На ошибку Я думаю Что Здесь Слово Неосторожность Которое Применил Станислав Саламович Может быть И не самым Подходящим Является Блажичу Дали Расстрелять Ворота Из-за Штрафной Площади Удар Оказался У него Что надо И счет Таким образом Стал 1-1 Ну и То что Амкар Сегодня играл В Весьма Экспериментальном В составе В конце В конце Сказалось Еще В первом Тайме Терек Сумел Один Мяч Забить Сделал Это Маци Рыбус Прекрасный Дальний Удар Ему Отличиться Грознен Грознен Терека В этой встрече Заработаны Необходимые очки Для того Чтобы остаться В российской Футбольной Премьер Лиге И Решить Решить Этот вопрос Именно Сейчас Чем мы Терек И поздравляем Для вас Сегодня работал Алексей Андронов Смотрите Сагас Чемпионат России На НТВ Плюс Счастливо Субтитры Субтитры